Те люди, которые проходили дополнительное обследование за деньги, пожалуйста, сохраняйте чеки, не выкидывайте их, пишите мне в соцсети ВК, Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук. Никита Забазнов, житель Владивостока, весьма известный ютубер. Его канал насчитывает более 111 тысяч подписчиков. Контент Никиты скандально-оппозиционный. То единороссов он троллит, то следственный комитет, который не хочет расследовать срыв выборов губернатора в 2018 году. Вот решил Никита вывести на чистую воду врачей психоневрологического диспансера, расположенного на Некрасовской, 50. Забазнов приехал туда проходить комиссию для продления водительских прав, но там с него попросили 4 тысячи рублей за дополнительное обследование. Все это он фиксировал на диктофон. Я на приеме. Объясните мне, пожалуйста, причину, почему вы меня направляете на обследование, которое стоит причем 4 тысячи рублей. Сейчас очереди нету. Я записался на прием. Почему вы мне отказываете? Сегодня я обращался к заведующей. Сейчас время 14.17. Вот это вот заведующая диспансером. Ну а потом начался скандал с вызовом полиции. Блогер обвинил врачей в превышении должностных полномочий. Все те, еще раз повторюсь, которые платили дополнительные деньги, помимо вот этих вот 500 рублей, ну, как обычно, платишь 500 рублей, задают вопросы, смотрят карту, на учете не состоишь и выдают справку. А тут нет, говорю. Они просто, когда я сидел в очереди, вот вчера я был третьим, я уже потом понял, почему я слышал крики из того кабинета, который я посетил позже, на какого-то парня. Этот врач на него кричал, да ты, говорит, ненормальный. Да потому что ты ненормальный. Эти крики раздавались, когда я ожидал очередь. И вот сейчас я уже понимаю, почему эти крики доносились, потому что этот парень говорил, да я нормальный, почему вы меня направляете на дополнительное обследование. А тут на него начал орать просто. Скажите, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Ведохин Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, по какой причине вы мне отказываетесь сейчас в предоставлении исправ? Сейчас я пока вам объяснить не могу. В общем, все люди, которые пострадали, сохраняйте чеки, либо в индивидуальном порядке подавайте заявление в прокуратуру, как я это сделал еще вчера. Все эти события происходили в конце марта, 26 числа Забазный пропал. В тот день, по словам отчима, молодого человека, он повторно поехал в психоневрологический диспансер на Некрасовскую, чтобы получить справку. Домой он после этого уже не вернулся. Когда стали разбираться, выяснилось, что сейчас Никита находится в психиатрической больнице на Шепетково. На каком основании его туда поместили, отчим не знает, но вроде бы как был какой-то суд. Телефон у Никиты забрали, связаться с внешним миром он сейчас не может. Какое-то было судебное решение, на основании которого его поместили в психиатрическую больнице? Ну, я надеюсь, что оно было. Но я когда туда приехал, где-то никто его не показал, никто ничего не дал. Я надеюсь, что, я думаю, что это заседание проходило там уже в палате. Но все равно прошло буквально на следующий день, как я к ним приезжал. Но потом, когда я пригласил, говорю, могу ли я ознакомиться с каким-то решением? Все, мне сказали, конечно, нет. И до какого он там будет, его там собираются вообще держать? Ну, сказали, что месяц. А какой диагноз? Ну, так, среди слов, она сказала, что физический здоров, как она мне сказала. Но физический нет. И он находится там на обследовании и лечении. Вот так она мне сказала. Это заведующая, да, вам сказала? Да. Татьяна Анатолитна. Она заведующей отделением или она главрань больницы? Ну, как я понял, что заведующая отделением, я не могу сидеть. Чтобы вы понимали, Забазный имеет водительское удостоверение. Служил в армии, ходил в море. То есть раньше никто в его психическом здоровье не сомневался. Например, вспомните чувака, который убил монтировкой женщину-кондуктора в трамвайном парке не так давно. До этого все знали, что он невменяемый и опасен для общества. Но его психушку почему-то не упекли. Отправили на лечение только после того, как он уже совершил преступление. Здесь же ситуация вообще странная. Особенно если учитывать, что против воли человека поместить его принудительно в психбольницу может только суд. Предположу, что согласия со стороны Забазного не было. И психиатрическое освидетельствование в таком случае должно проходить только при наличии определенных условий. Если данный гражданин представляет непосредственную опасность для себя, окружающих лиц. Либо он беспомощен и его недееспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности. Либо существенный вред его здоровью может возникнуть вследствие ухудшения психического состояния. То есть только вот в этих трех случаях возможно его принудительное психиатрическое обследование. В случае получения санкции суда. А мы можем только предполагать злоупотребление со стороны психиатров. Что же получается на выходе? В Приморье мы теперь имеем пример карательной психиатрии. Это нам не снится? На полном серьезе мы заявляем, что в этой ситуации должно разбираться Министерство здравоохранения Приморского края. Помимо этого обращаемся к руководству психиатрической больницы на Шепетково. Не доводите до греха. Отпустите парня сейчас. Иначе же не удивляйтесь, когда у вас под окнами появятся активисты с плакатами, что вы садисты и сатрапы. Потом, когда уже дерьмо понесется по трубам, займять это будет гораздо сложнее. Пока что это скандал местного значения. Но он обязательно будет федеральным. Продолжение следует...